Всем привет из Одессы! Сегодня хочу продолжить свое видео про тандыр из бочки. Немножко задержался я с очередным видео, хотелось испытать как оно работает, принцип действия, потому что для меня это тоже первый раз, а просто так рассказывать не хотелось. Хочу сказать сразу, что работает нормально, все получается очень вкусно, все замечательно. Итак, смотрим. Нашел я вот такую крышку, чтобы накрывать тандыр. По-моему, это от старой советской газовой плиты четырехкомфорочной. Ну, пригодилось. Так, сейчас я это все повытаскиваю, поубираю и расскажу вам поподробнее, как и что. Итак, что касается самого мангала. Спрашивали размеры кирпича. Обычный кирпич, кирпич огнеупорный. Длина 23 сантиметра, ну тут 3 миллиметра, ну будем считать 5. 11 сантиметров 5 миллиметров и 6 сантиметров 5 миллиметров. Вот такой вот огнеупорный кирпич. Ложится он на огнеупорную смесь для строительства печей и каминов. Так что никакого тут цемента, песка нету. Чисто вот огнеупорная смесь для строительства каминов и печей. Первый ряд у меня кирпичи лежат вот так вот лежа. Ну естественно подогнать их надо поврезать, чтобы они были по кругу стали. Дальше все кирпичи стоят вот так вот вертикально. Один ряд, второй ряд и третий ряд. В каждом ряду по 16 штук кирпичей. Вот оно видно. Один ряд, второй ряд и третий ряд. В каждом ряду по 16 штук кирпичей. Ну плюс на низ кирпичи пойдут, наверх кирпичи. В общем где-то 60-65 штук вполне достаточно. Спросили почему я именно вот так вот поставил кирпичи, а не вот так вот. Ну мы так с сыном посчитали, что стенка становится толще и лучше производительность тогда мангала. Он будет дольше держать тепло и больше по времени можно что-то тут приготовить. Вот даже вот в таком положении, когда кирпич вот так вот стоит. Трогаешь наружную стенку, она довольно таки горячая. А если поставить вот так вот кирпич, то толщина стенки будет еще меньше. Получается вы будете отапливать окружающую среду. Но зато диаметр внутренний в мангале увеличится. Но этого диаметра, что сейчас, вполне недостаточно. Сейчас мы его замерим. Диаметр 31 сантиметр 5 миллиметров получается. Глубина, там я немножко он пепел расчистил. Глубина 76 сантиметров. Внизу вот здесь вот устроено поддувало. Без поддувало мангал работать не будет. Поддувало закрывается элементарно. Вот половинка кирпича. Раз, закрыли и все. Если надо там тягу немножко увеличить. Вот так вот боком его поставили. Тут вот щели есть и немножко есть тяга и тогда продукты получаются более зажаристые. Только сверху надо тоже крышку немножко приоткрыть. Чуточку маленькую щелочку сделать. Еще что очень хорошо поддувало. Кирпич этот вытянули. Когда придут продукты уже почти готовы, если вы хотите их немножко подкоптить, сюда можно на угли забросить веточки там вишни, черешни, плодового дерева. И потом закрыть. И продукты проходят дымком и получается подкопченые. Очень-очень вкусно получается. Думал построить тут один ряд и второй ряд и поставить колосник. Потому что есть в интернете такие варианты с колосником. Но сделал без колосника и вполне доволен. Ну и думаю что колосник в принципе здесь не нужен. Но если кому-то нравится с колосником, пожалуйста, можно и колосник поставить. Это не проблема. При строительстве этого тандыра дно я в бочке не срезал. Наоборот, я его даже усилил. Отрезал верхнюю вот эту часть бочки. Еще и приварил снизу, чтобы получилось толстый металл. И на него уже укладывал кирпичи. Также, покажи ближе. Мы приварили с сыном вот такие вот арматуринки, чтобы бочку приподнять немножко над землей. Чтобы была циркуляция воздуха. Чтобы бочка не ржавела и дольше сохранилась. Но это у нас была ошибка. Мы сделали эти арматуринки очень низкие. И получается вот у меня от старой стиральной машинки есть крышка. Выгребать угли неудобно. Они рассыпаются. Надо вот эти вот ножки делать повыше. Чтобы можно было засунуть вот эту вот емкость туда подальше. И тогда будет очень удобно выгребать угли. Можно поставить эту бочку вообще на какую-то сварить подставку из уголка и на подставку поставить ее. Вдумалась она как переносная бочка, потому что места маловато. Вот у нас тут уже малина поперла. Приходится ее вот так вот нагибать. Когда готовим. Осенью может пересадим ее. Сейчас нельзя ее трогать. Пришел один комментарий. Подписчик говорит зачем заморачиваться. Я готовлю дома все в духовке. Ну конечно проблем нету. Можно и в духовке все приготовить. Это кому как нравится. Но в принципе если так подумать зачем вообще заморачиваться. Можно у нас в Одессе заказал деньги заплатил. И тебе прежде перевезли шашлык домой. Сиди и кушай. Вообще не надо ни дров. Вообще ничего не надо. Только деньги и почеревок наполнить свой. Да и все. Так ну ладно это так. Дальше спрашивают сколько кубов дров я спаливаю за один раз. Ну спасибо. Я юмор конечно понимаю. Ну из всех кубов дров вот я приготовил вам на один раз спалить. Вот три таких полежки и одно. Ну конечно его надо будет порубить. Вот этого хватит на один раз чтобы приготовить шашлык там или курицу. Все что вы готовите. Вот этого вполне достаточно. Это абрикос. У соседки вернее пропала абрикоса. Засохла. Ну и я ее спилил. Она мне ее подарила. Дрова в мангал подходят любые. Там береза, ольха. Вот как у меня фруктовые деревья. Но главное чтобы это были не ящики там и не рамы оконные. Двери какие-нибудь там пролифленые с кучей краски. Это вы уже сами понимаете. После этого кушать уже нельзя будет. Готовили мы шашлык. Вот пробовали и на мангале и в тандыре. Если честно, то по вкусу они немножко отличаются. Ну не сильно. Но и там вкусно и там вкусно получается. В следующем видео скоро ко мне приедут сваты. Вот мы приготовим что-нибудь на этом тандыре и покажем вам. Еще спрашивают меня можно ли сделать тандыр из полбочки. Ну не знаю. Для меня это тоже все в первый раз. Наверное можно. Но тут работает принцип кастрюли. Чем меньше кастрюля, тем меньше вы в ней приготовите и меньше людей накормите. Здесь же хватает спокойно на всю компанию приготовить еду за один раз. И все прекрасно. И все замечательно. И теперь как работает этот тандыр. Закладывается дрова. Вот когда дрова разгорелись и тут вот нужна одна приспособа. Спасибо ребятам, которые выложили видео в интернет. Это не моя идея, это их идея. Это я передал, перенял вернее у них эту идею. Вот когда дрова разгорелись хорошо, накрываем тандыр вот этим вот приспособлением. И тогда получается полный прогрев всего тандыра аж до верха. Без него тандыр прогревается только до половины. Верхняя часть прогревается, она очень плохо. А вот с этим приспособлением тандыр прогревается плохо. Еще раз говорю. Ребята, спасибо, что вы подсказали и кинули в интернет такую идею. Могу замерить. Вот 13 на 13. И тут делаем вот такие вот прорези 3 сантиметра длиной. И накрывает оно полностью вот это все отверстие. Когда готовим, вот вы уже заклали туда продукты, это я так и не снимаю, а накрываю просто крышкой. Все. Если хотите, чтобы зажарилось немножко, поддувало во время готовки, обязательно закрыто. Если хотите, чтобы чуть-чуть зажаристей было, пожалуйста, вот так вот чуть-чуть приоткрыли, маленькую щель сделали. И здесь немножко маленькую щель сделали. Все, тяга пошла, и она более зажаренная все получается. Не хотите, можно закрыть, закрыть. Все. Оно себе готовится там так. И сейчас хочу показать вам приспособления, при помощи которых я готовлю. Вот была у меня такая старая бабушкина сковородка. Ручку я отпилил. Так. Сейчас мы все покажем. Сделал я это сам, все элементарно. Ручку отпилил, просверлил дырочку тут. Купил заглушечку из нержавейки. И прикрутил ее к сковородке болтиком из нержавейки. Все. Вот она, болтик с этой стороны. И вот он гаечками здесь прикручен. Это заглушечка, нержавейка. Дальше бочоночек. Тоже нержавейка. И муфточка. В муфточке дырочка. И заклепкой алюминиевой присоединил к трубе. Это все прикручивается. Вот так вот разбирается. Можно помыть это все, как положено. Труба из нержавейки. И листовой металл, нержавейка была. Вот я нарезал вот такие вот полосочки. Заострил их. И поприваривал к этой трубе. Сверху тоже трубку приварил. Ну, конечно, оно немножко некрасиво, там не источично. Ну, как умею. Главное, что оно работает. Загружайте сюда продукты. Картошка, рис. Ну, все, что угодно. На шампуры можно курицу, окорочка, мясо, шашлык, или даже перец, синие, грибы. Ну, синие у нас называют в Одессе баклажаны. Чтоб вы знали. Так. Погружаем это все сюда, когда оно уже все прогорело. Угли можно немножко через поддувало убрать, потому что если сильный жар, так оно у вас все может сгореть. Потом все это вот так вот накрывается. и все. И готовится. До готовности. В зависимости от продуктов. Есть продукты там 20 минут готовятся, есть 30, есть 40. В зависимости от продуктов. Ну, там надо уже смотреть по готовности. Вот. Это одно у меня такое приспособление. Очень удобное. Которое я сам сделал. В принципе, с этим приспособлением даже не надо шампуров. Хотя, можно сюда на арматуринку или делают такой круг и шампуры ставить. это кто как хочет. Дальше. Мои племянники подарили вот такую вот этажерку. Мне это сделано я. Это купленная. Она вот на ножках. Тоже со сковородкой. Сковородка так же само откручивается. Можно открутить ее, прикрутить. Вот. Ну, это вниз опять же ну, что хочешь можно положить. Картошка, там крупы разные. кто, кто, что хочет. А сюда рыба, мясо, стейки там всякие, овощи, грибы. Ну, рацион очень большой. Ставится она тоже элементарно. Вот так вот берем, вставляем ее туда аккуратненько. Все. Опять же висит на арматуринке. Места тут достаточно. Как раз вот эти вот все как раз подходит по диаметру этого тандыра. Так, убираем. И еще вот на даче нашел вот такое приспособление. Даже не знаю, оно чугунное. Даже не знаю от чего это. какой-то туле от газовой плиты здоровенной какой-то производственной. Оно немножко тут не совсем подходит. Надо его выше. Ну, это мы что-то придумаем. Приварим какую-то подставочку под него. И вот тут вот сверху можно ставить казан, варить уху на огне на костре. Можно сковородку, жарить что-то. тут так же самое можно кастрюлю, суп, борщ какой-то сварить. Так, кто что хочет. Ну, в общем, возможности у тандыра по сравнению с мангалом очень большие. Также, ребята, я видел, у меня нет этого приспособления. Такая простая арматуринка, а на нее цепляется простой крюк, как рыболовный крючок. И на него цепляется там баранья нога, можно запечь целиком баранью ногу в тандыре. Я же говорю, очень большие возможности у тандыра. Почему вот это вот приспособление в нее нельзя? В обычном тандыре стенки внутренние имеют форму кувшина. А тут в связи с тем, что бочка ровная, стенки получились ровные. вот это я очень переживал, будет он работать из-за этого или нет. Но без вот этой приспособы тандыр прогревается до половины. я говорил я говорил? А с этой приспособой как раз все прогревается. Все отлично. Все. На этом все. Всем сейчас у нас тучки на небе пошли. Ласточки летают низко. Гремит. Наверное пойдет дождик. Храню я вот эту этажерку прямо там в тандыре. Вот это приспособление тоже здесь храню. Арматуринка здесь. Вот такая кочережка чтобы угли вынимать потом это потом крышка кстати я видел крышки деревянные делают можно деревянную крышку сделать но что-то не рискнул все-таки дерево и огонь как бы они не совместимы сверху накрываем все всегда стоит чистенький аккуратненький там мне понравилось одно видео не видео а комментарий ребята говорят я бы к этому тандыру еще столешницу приспособил ребята честно я бы тоже приспособил столешницу если бы было у меня место где его поставить и сделал бы я его не из бочки а сделал нормальный из огнеупорного камня стационарный со столешницей еще где-нибудь даже в беседке было бы очень красиво и хорошо все всем пока спасибо подписывайтесь оставляйте комментарии оставляйте 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 Продолжение следует...